Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем видео мы с вами будем обсуждать мои пустые баночки. Их накопилось достаточно большое количество, и сегодня мы с вами поговорим как и про уход за волосами, за лицом, за телом, и, конечно же, про декоративную косметику. Расскажу, что меня впечатлило, что меня разочаровало. В общем, если вам интересна тема данного ролика, то обязательно не переключайте и продолжайте смотреть. И не забывайте поддержать это видео пальчиком вверх, так скажем, авансом. Уверена, что оно вам понравится. Ну и для меня это, конечно, безумно важная поддержка с вашей стороны. Давайте начнем с продуктов для волос. Первое, о чем я хочу рассказать, это шампунь от бренда Darling. Называется он Good Roots. Это шампунь с пребиотиками. Скажу сразу, что, как вы видите, я его не закончила до конца, но, к сожалению, пользоваться им сейчас стало практически невозможно, так как его упаковка подразумевает то, что вы будете выдавливать средства вот в таком формате. И баночка такая жесткая, что, честно, выдавить продукт становится с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Поэтому я просто его убрала уже с полки в ванной. Потому что каждый раз, когда я попыталась его выдавить, я тратила огромное количество времени и нервов на то, чтобы воспользоваться этим продуктом. Что касается эффекта, то он отлично промывает волосы, они не утяжеляются у меня после него, выглядят блестящими, рассыпчатыми, но упаковка, конечно же, меня полностью разочаровала. И поэтому к данному средству я, скорее всего, не вернусь. Что касается других продуктов по уходу за волосами от Darling, я, к сожалению, с ними не знакома, поэтому ничего сказать больше не могу. И теперь давайте поговорим про очень известный, конечно же, и многим любимый бренд по уходу за волосами. Это бренд Kerastase. Я доиспользовала еще одну баночку шампуня Discipline. Мне кажется, что я знакома именно с этой серией, наверное, 3-4 года, может быть, даже больше, и периодически, честно, к ней возвращаюсь. Потому что именно для меня из, наверное, большинства линейки Kerastase, а я попробовала, правда, много, больше всего подходит именно Discipline, потому что волосы не пушатся. Они выглядят как будто бы, знаете, вы их слегка даже утяжком протянули, но при этом без какого-либо утяжеления, то есть объем не пропадает. Что касается кондиционера, то здесь я использовала вот такой из линейки Genesis. По шампуню от Genesis я, если честно, его вообще не поняла, он как-то мимо меня прошел, я его закончила, и, мне кажется, даже не делилась с вами впечатлениями. А вот кондиционер мне понравился. Такая, знаете, текстура флюидная, не утяжеляющая, хорошо питает, разглаживает, восстанавливает волосы, и идеально подходит для того, чтобы пользоваться подобным средством каждый день. Но хочу сказать, что средства по уходу за волосами, мне кажется, это такая индивидуальная история. Кто-то видит вау-эффект с первого применения, кто-то, наоборот, говорит, что средство абсолютно не подошло. Поэтому напоминаю, что здесь, конечно же, я в первую очередь делюсь с вами своим впечатлением. Ну и для меня керастаз, это вот всегда, знаете, когда не знаешь, что взять, и хочется, чтобы просто было красиво и хорошо, бери его и подойдет. Особенно вот эти вот линейки, которые я вам показала. Теперь давайте поговорим про уход за лицом, и начнем мы по логике с очищением. Сегодня я вам покажу сразу, кстати, три средства в категории, и они будут от бренда Rosette. Я вас с этим брендом уже знакомила на своем YouTube-канале, обожаю их пенки очищающие. У меня, кстати, есть несколько миниатюр, поэтому они очень часто со мной в моих командировочных косметичках. Начать я бы хотела с мягкого гель-пилинга от этого бренда, который можно использовать 2-3 раза в неделю в зависимости от состояния вашей кожи. Я его использую обычно в вечерней рутине примерно 2 раза в неделю. Нужно наносить его уже на очищенную кожу лица после умывания, желательно практически на сухую кожу. По текстуре он достаточно густой, прозрачный, и начинаем наносить его круговыми движениями на все лицо. Образуются такие, знаете, мягкие катышки, после которых нужно обязательно смыть, и кожа действительно становится намного более мягкая, как будто бы увлажненная. В составе здесь у нас фруктовые кислоты, поэтому, знаете, тон лица как будто бы выравнивается, пигментация впоследствии становится менее заметна, если она присутствует. Если вы хотите продукт, который еще на этапе очищения будет подсвечивать вашу кожу, делать рельеф более ровным, то обязательно присмотритесь к этому продукту. Также, кстати, есть такой лайфхак. Это средство можно использовать на огрубевшие участки кожи для того, чтобы как раз-таки смягчить их. Например, это могут быть локти, обязательно попробуйте, и потом делитесь вашими впечатлениями. Дальше от этого бренда я также хочу вам очень порекомендовать пенку, которая предназначена для проблемной кожи. Когда я вернулась из отпуска, у меня был момент, когда кожа дала, так скажем, сбой. Видимо, это были какие-то климатические капризы, но действительно было достаточно много воспалений, которые, знаете, то проходили, то пропадали. И поэтому я перешла, опять-таки, в вечернем умывании на пенку от этого бренда, который называется Акне. Скажу сразу, что самое главное для меня при использовании подобных пенок для проблемной кожи, это то, чтобы после умывания не было ощущения супер стянутой и сухой кожи. Здесь в составе у нас идет сера, а также витамин Е, благодаря которому как раз-таки я испытывала ощущение смягчения, несмотря на то, что эта пенка действительно предназначена в первую очередь для жирной и проблемной кожи. Что касается текстуры данного продукта, она достаточно густая, идеально пенится, вы просто не представляете. То есть расход у этого продукта он минимальный. Вам понадобится буквально горошинка для того, чтобы получить густую пену, которая будет очень круто очищать поры. И также, на мой взгляд, хочу сказать, что эта пенка будет хороша не только для тех, кто сейчас в активной фазе борьбы с воспалениями, но и для профилактики. Если, например, вы понимаете, что ваша кожа склонна к Акне и то, что периодически такие проблемки могут быть, то такую пенку как раз-таки можно использовать либо несколько раз в неделю, либо, как я, например, оставлять ее именно в вечернюю рутину. И если говорить про утреннее очищение кожи, то я всегда даю предпочтение пенкам с увлажняющим эффектом. Я, мне кажется, везде об этом всегда говорю, потому что утром наша кожа не нуждается в таком глубоком очищении и хочется чего-то более мягкого. Поэтому мой выбор – это вот такая пенка как раз-таки с гиалуроновой кислотой. У нее тоже потрясающая консистенция. Я просто не могу не отметить вообще все пенки розет. Для меня просто вот пример идеальной консистенции, как должна выглядеть очищающая пенка. Они густые. Опять-таки, расход минимальный. Понадобится просто горошинка для густой пены. Здесь текстура чуть более жидкая, чем у предыдущей пенки. Но я думаю, что это в первую очередь связано как раз-таки с тем, что здесь у нас присутствует гиалуроновая кислота, которая будет наполнять, увлажнять нашу кожу. Такая пенка может стать настоящим мастхэвом, если ваша кожа нуждается в дополнительном питании и увлажнении. Например, если вы обладательница сухого типа, либо нормального типа кожи. Ну и, конечно же, если вы ищете что-то более легкое, увлажняющее для утренней рутины, то это идеальный вариант. Повторюсь, все продукты от Розет для очищения мне идеально подходят, поэтому я, как вы видите, к ним периодически возвращаюсь и с удовольствием делюсь этими отзывами с вами. Следующий продукт у нас будет также средство для очищения, но уже в другом формате. Мицеллярка от бренда Stellar из линейки Skin Studio. Она у меня находится в студии, я периодически использую ее как для себя, так и для работы. И она абсолютно не вызывает никакого раздражения. Мне кажется, это самое главное при использовании мицеллярной воды, чтобы она не сжигла лицо, чтобы не было ощущения какой-то сухой пленки после использования, и чтобы она не вызывала раздражения при случайном, например, контакте с глазами. У меня такое, если честно, часто бывает. На многие мицеллярки моя кожа реагирует. С этой достаточно все комфортно, здесь большой объем, и это, знаете, такой формат как раз-таки для работы визажиста, мне кажется, очень удобный. Потому что, как я и сказала, она универсальная и не вызывает реакций. Следующий продукт, который я вам хочу показать, это будет вот такая виноградная вода, легендарная, мне кажется, уже от бренда Cadalim. Что хочу сказать, я ее использую как раз-таки вот после того, как мне нужно экстренно снять один макияж и потом быстренько нанести второй, чтобы между этапом очищения и нанесением следующего образа можно было быстро здесь и сейчас, так скажем, восстановить и успокоить мою кожу. Поэтому я наношу прям достаточно активным слоем это средство себе на лицо и жду полного впитывания. Много противоречивых отзывов я слышала про этот продукт, но честно, мне он нравится. Кожа увлажняет, питает, успокаивает, что самое главное. И, собственно, мне кажется, с основными целями отлично справляется. Далее я вам покажу тоник, про который я уже рассказывала в своих фаворитах, от бренда Mario Badesco. Я приобретала его еще, когда была в отпуске, мне кажется, осенью в Европе. У меня тот, что Facial Spray with Aloe Sage and Orange Blossom. Мне очень нравится, в первую очередь, конечно же, потрясающая отдушка. Дальше я хочу отметить, что у Mario Badesco прекрасное мелкодисперсное распыление. Для меня это очень-очень важно, потому что я не люблю, когда тоник идет в формате спрея, и он наносится такими, знаете, крупными практически каплями. Здесь все очень комфортно, опять-таки, питает и успокаивает кожу. Не скажу, что я вижу какое-то свечение после использования данного средства, но для того, чтобы подготовить кожу к нанесению дальнейших увлажняющих продуктов, этот формат мне очень нравится. Следующая пустая баночка будет то, что мелькает периодически в моих пустых баночках уже несколько лет подряд. Мой любимый дезодорант от бренда Vichy. Кто бы что ни говорил, для меня лучше средства нет, поэтому я из года в год выбираю именно его, и поэтому постоянно вам его показываю. Если вы знаете какие-то подобные классные дезодоранты, обязательно пишите в комментариях ваш любимый продукт в этой категории. Далее, крем от бренда Ultra Ceuticals, у меня он увлажняющий, в текстуре именно крем. У бренда Ultra Ceuticals несколько вариантов увлажняющих продуктов есть, от текстуры плотного, густого такого, знаете, крема для суперсухой кожи, до очень легкой и флюидной версии. Я себе на зиму взяла вот такой крем с церамидами, и хочу сказать, что мне он очень нравится. Я вообще думаю о том, чтобы и летом вновь себе его приобрести, возможно, как раз-таки я возьму попробовать более легкую версию, но вот этот был просто идеальным. Быстро впитывается, разглаживает кожу, заполняет морщинки, не скатывается, идеально служит базой под макияж, хороший, рабочий, базовый увлажняющий крем. К бренду Ultra Ceuticals у меня вообще суперпозитивное отношение, потому что все, что я пробую, мне идеально подходит. Косметика достаточно активная, я сразу хочу предупредить, что лучше выбирать средства, посоветовавшись с вашим косметологом, собственно, как это сделала я. Но что касается выбора именно увлажняющего крема, то здесь, мне кажется, вы просто можете опираться на ваш тип кожи, на ваше состояние и на текстуру, которая для вас будет наиболее комфортна. Далее покажу сыворотки, которые у меня закончились. Опять-таки, мне кажется, они уже не раз мелькали в моих видео. Это бренд Clorans Double Serum для лица и Double Serum Eye для глаз. Я очень люблю использовать Double Serum, особенно в зимний период, потому что за счет своей маслянистой основы она невероятно питает и разглаживает кожу. Моя кожа больше склонна к сухости, поэтому для меня подобный формат продукта идеально подходит. Следующее средство — это как раз-таки та же сыворотка, но уже для зоны вокруг глаз. И хочу признаться, что когда я увидела, что вообще выходит это средство для зоны вокруг глаз, я скептически отнеслась, потому что подумала, что за счет маслянистой текстуры как раз-таки в этой области макияж в течение дня вообще не будет держаться. Но я очень сильно ошибалась, потому что здесь идеальный баланс крема и масла, оно абсолютно не утяжеляет, не перегружает, быстро впитывается. Я думаю, что это средство подойдет больше тем, у кого есть как раз-таки либо ярко выраженные, либо просто активные мимические морщинки в этой области. Если, конечно же, у вас идеальная кожа под глазами и нет пока что никаких возрастных изменений, то, возможно, данный продукт будет тяжеловат. Далее, также бренда Clorans, это, кстати, не пустая баночка, потому что пустую я, к сожалению, выбросила, но когда я сегодня собирала дома все средства, которые хотела вам показать, поняла, что я открыла уже новую упаковку своего любимого гель-бронзатора для тела. Я перепробовала огромное количество автозагаров, и либо они пачкают меня, либо у них очень яркая неприятная отдушка, либо они ложатся пятнами, либо когда вы их начинаете наслаивать, они дают какой-то неестественный желто-рыжий оттенок. Вот это средство ничего из перечисленного не дает, а дает лишь красивый мягкий эффект натурального загара. Обязательно попробуйте именно в гелевой текстуре. Есть еще версия молочко, но мне гель подходит больше. Он быстро впитывается, его можно наслаивать в течение недели, наносить несколько раз, и вы не будете видеть никаких ярких переходов, пятен, то есть он действительно очень и очень мягкий. Как я его использую? Я выхожу из душа, сначала наношу увлажняющий крем, жду, так скажем, практически полного впитывания, и после, спустя 2-3 минутки, я начну наносить этот автозагар. Наносим его объемными массажными движениями, точно так же, как и увлажняющий крем, и за счет вот этой гелевой текстуры, мне кажется, мы как раз-таки и не видим никаких переходов, и он очень хорошо впитывается. Я оставляю его на теле, опять-таки, на 2-3 минутки, жду впитывания, и после уже начинаю одеваться. Правда, одежду мне не пачкает, и, собственно, сколько бы раз я им не делилась, видела, что многие его покупали по моей рекомендации, также оставались в приятном восторге. Поэтому, если вы хотите быть загорелой к этому лету, то это, опять-таки, must have. Следующий продукт у нас будет по уходу за телом, и это гель для душа от бренда Hermes. Что здесь я хочу отметить? Конечно же, потрясающий аромат. Он очень приятный, как мне кажется, это формат унисекс, который можете использовать и вы, и ваш мужчина. Я хочу сказать, что вот этот парфюм сохраняется действительно на теле в течение целого дня. Поэтому имейте это в виду, кому-то это нравится, кому-то это нет. Но я все-таки, когда покупала парфюмированный гель для душа от этого бренда, надеялась, что отдушка будет сохраняться на долгое время. Так оно и есть. Консистенция достаточно густая, он отлично пенится, и хочу сказать, что этот продукт очень и очень экономичный. Мне кажется, этого геля для душа мне хватило примерно на полгода, потому что расход у него, правда, минимальный. Следующее средство у нас будет по уходу за руками. И здесь, конечно, безумно фотогеничная упаковка. Я думаю, многие уже догадались, да, что это крем для рук от Chanel. Но, к сожалению, средство меня вообще не впечатлило. Крем достаточно базовый, ничего выдающегося он не делает. Вау-эффекта нет. Если руки очень сухие, то да, конечно, он их напитает, увлажнит. Но все равно есть более питательные средства. Например, того же Clorance крем для рук мне нравится куда намного больше. Здесь это средство очень быстро впитывается. Вот это ощущение увлажненной кожи, оно пропадает, как только впитывается как раз-таки продукт. Поэтому, если вы хотите что-то более питательное, густое, это средство лучше не выбирайте. Ну, я, конечно, его допользую, потому что все-таки средство было небюджетное. Выглядит это очень красиво, как я уже сказала. Но больше, наверное, не приобрету. А теперь у меня осталось небольшое количество декоративных баночек. Начнем мы, наверное, с туши. Первое, что я вам хочу показать, это вот такая тушь от бренда Divash. Называется она Impression Bold Poly Mascara. Я вам про нее рассказывала, наверное, во влоге из Франции в феврале. Начала я ей активно пользоваться как раз тот период. И вот совсем недавно она у меня закончилась. Ну, конечно, здесь еще есть немножко продукт, но уже все. Она уже не дает этот эффект, который мне нравился в самом начале. Щеточка у этой туши силиконовая. И хочу сказать, что если вы ищете идеальное разделение вообще без каких-либо комочков и красивый выразительный объем, но без перегруза, то это как раз-таки то, что нужно. Вот эффекта вау и прямо, знаете, вечер-вечер на ресницах она, наверное, не сделает. Но красивые, яркие ресницы однозначно будут, если вы нанесете ее в два-три слоя. Если же вы ищете что-то более выразительное, то обязательно обратите внимание на тушь-манифест от бренда Lavant. Я активно сейчас ей пользуюсь, и одна упаковка у меня уже закончилась. Здесь также идет силиконовая щеточка, которая лично мне очень напоминает по форме щеточку от Vivienne Sabo Cabaret. Но эффект мне нравится куда больше, потому что невероятно быстро удлиняет ресницы. То есть буквально два прикосновения, и ресницы как будто бы в два раза становятся длиннее. Классный эффект подкручивания, ну и, конечно же, объем. Будьте аккуратны, если переборщить, могут быть комочки, но при этом при всем за счет силиконовой щеточки можно это все быстренько делая расчесать и убрать излишки. Дальше у меня, к сожалению, практически закончились мои любимые сияющие тени от бренда Giorgio Armani в цвете Chrome 44. У бренда Giorgio Armani есть несколько текстур данных кремовых теней. Матовый, сатиновый, и вот эта версия Chrome, то есть она прям такая ультра сияющая. Подобный оттенок я нашла, конечно же, в бюджетном сегменте у бренда Luxe Visage. Luxe Visage, правда, наверное, одни из лучших сияющих теней в этом ценовом сегменте. Но вот все равно такого красивого золотисто-розового оттенка я пока у них не нашла. Что-то подобное есть, но один в один, к сожалению, пока что нет. Что хочу сказать про тени Armani. Хороши, пигмент идеальный, просто с первого прикосновения не плешивят. На ком-то, конечно, могут скатываться, потому что это все очень индивидуально, я всегда об этом вам говорю. Но для стойкого эффекта всегда лучше фиксируйте сухими продуктами. Далее, мой любимый консилер, который у меня закончился, но я себе уже купила новенький. Это Charlotte Tilbury Beautiful Skin Radiant Concealer. Я бы его отнесла к категории плотных консилеров, но он вообще не скатывается. Вот просто никак. Я его пробовала наносить и в большем количестве, и в меньшем количестве, и кистью тушевала, и пальцем тушевала. И всегда все идеально. Я не знаю, как сделала такой консилер Charlotte Tilbury, но до этого абсолютно любой консилер, который я вам показывала, он рано или поздно все равно немножко подчеркил мимические морщинки. Этот очень круто выравнивает зону, освежает ее, и несмотря на свою плотную консистенцию, он вообще незаметен. И он очень красиво подсвечивает кожу изнутри и добавляет этот, знаете, легкий лифтинг-эффект. Поэтому, наверное, сейчас это лучший консилер на косметическом рынке, по крайней мере для меня. И два карандаша. Один для бровей. Недавно вам я показывала этот отрат для бровей. Просто потрясающий. Я вообще не вижу смысла переплачивать за карандаш для бровей и платить там 2-3-4 тысячи рублей, например, покупая карандаш от Tom Ford или Bobby Brown, когда есть такой классный продукт. Стоит он, наверное, около 300 рублей. И автоматически, и с другой стороны, есть расчесочка, которую вы можете уложить полоски в нужном вам направлении, убрать все излишки. Ну и, конечно же, тонкий идеальный грифель. Плюс текстура. Он наслаивается, он идеально оттушевывается и дает красивый натуральный пудровый эффект. И самый мой, часто используемый, любимый карандаш для межресничного пространства. Это карандаш от Influence, называется он Spectrum, и это оттенок 02, темно-коричневый, матовый, очень красивый, правильный, не уходящий в красноту, в рыжину, а вот именно холодный коричневый. Идеален для построения стрелок, идеален для просто прокрашивания межреснички. Можно им делать смоки, у него приятная такая, знаете, кремовая сначала жирненькая консистенция, но он не растекается. То есть вы его оттушевываете, и спустя некоторое время он схватывается и держится в той форме, в которой вы его, грубо говоря, нанесли и зафиксировали. Он автоматически, у меня его осталось совсем немного, ничего точить не нужно, не ломался ни разу, поэтому однозначно приобрету его еще раз и очень вам его рекомендую. Ну что ж, мои дорогие друзья, вот такое большое количество пустых баночек у меня накопилось за последнее время. Я очень надеюсь, что видео было для вас информативным, и я, возможно, уберегла вас от ненужных трат, или же, наоборот, рассказала про классные средства, которые и вам так же понравятся, как и мне. Буду очень рада вашей поддержке, и, конечно же, если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Ну а я вас всех благодарю за просмотр этого видео. Мы с вами увидимся в следующих роликах, до новых встреч, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok